Вопросы расширения сотрудничества Вопросы расширения сотрудничества Вопросы расширения сотрудничества Вопросы расширения сотрудничества Межконфессионального и межконфессионального согласия между нашими государствами и нашими народами, отметил глава Карачева Черкесии. Трудно переоценить тесное взаимодействие органов государственной власти и религиозных лидеров в вопросах противодействия различным проявлениям экстремизма. Велика роль духовных исламских лидеров в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи. В ходе встречи с Аллах Шикуром Паша Заде говорили о недопустимости любых проявлений ксенофобии, попыток внести разлад в межнациональное и межконфессиональное согласие между народами. Отметили важность воспитания мусульманской молодежи на традиционных исламских ценностях религии, которая основана на принципах добра и мира. Рашид Тимрезов поблагодарил уважаемого шейха Олислама за его личный вклад в укрепление мира, стабильности и межрелигиозных связей между мусульманами Кавказа, что особенно важно перед лицом современных глобальных вызовов. В свете последних событий общественные деятели Карачева Черкесии руководители вузов призвали жителей не поддаваться на провокации, сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие, как и прежде, и соблюдать национальные обычаи и традиции. Мы обращаемся к населению нашей республики с поддержкой обращения главы нашей республики к населению о том, что сопереживаем о событиях, которые происходят сегодня в израильско-палестинском отношениях, сопереживаем. Но вместе с тем мы хотим обратиться к нашему народу, сохранить стабильность в нашем регионе, не вызывать никаких чувств неблагожелательности к тем, которые всегда пребывают, к тем, которые здесь проживают. Мы живем здесь одной семьей и так и должны продолжать жить. В обращении главы государства Путина все-таки было сказано о том, что наша страна поддерживает независимость и государство Палестины. Мы тоже за это вместе с тем в обращении главы нашей республики четко сказано, что мы сопереживаемся за эти события, что происходит в израильско-палестинских отношениях. И надеемся, что наш народ поймет и будет поддерживать гуманитарно, просить Всевышнего прекращения огня под сохранение мировой стабильности во всем регионе израильско-палестинских событий. Обращаюсь к землякам своим, населению Карачаев, Чиркесии, русским, карачаевцам, абазинам, чиркесам, нагайцам. Что более национальностей проживает на территории нашей республики. Надо иметь терпение, надо доверять друг другу. На доверие все строилось во все времена. И мы не должны вступать. Нам этот дар достался к предкам наших. Придерживаться, в мире согласии, мы должны жить. Белит след соль. Нет такой национальности, которая была бы плохой или хорошей. Все национальности хорошие. Все мы их признаем. Я хочу обновить нашим землякам. Во время войны мы помогали этому народу. Мы спасали эти народы. Мы переписывали их на свои фамилии и тем спасали. Вот недавно, без срока давности, вышла книга, в которой написано о подвиге Холомлиевых, которые спасали 9 еврейских клевостей. Поэтому, милые мои дорогие, мы должны относиться к терпениям. Никому не дано от имени народа обращение делать на площади или дома, или даже оставшись один на родине. Это не имеет никто на это права. Поэтому мы отрицаем вот такие выступления. Мы за мир и полностью поддерживаем наше государство, нашего президента Владимира Владимировича, нашего главу Карачаева-Черкесии Тенрозова-Рашидов-Разбинца. Всех призываем к благоразумию, к мирному созиданию и обращение к Богу. Просьба. Бог услышит. Если суждено, даст Бог они помилятся или определятся. И мы, чтобы мы были это во всеми свидетелями. Большая трагедия, которая произошла сегодня в Палестине, на Ближнем Востоке, не может оставить равнодушным никого из нас. Но мы не должны позволить себе взять эмоции над нашим разумом. Нельзя, чтобы какая бы она ни была, жестокость, несправедливость вызвала другую несправедливость. Для нас, для народов Карачаева-Черкесии, особенно для депортированных народов, это очень близко и понятно. Вот буквально на днях общественность народа Карачаева-Черкесии будет вспоминать жертв депортации карачаевского народа, которое произошло 80 лет тому назад. И та несправедливость, которая была тогда в отношении нашего народа, она до сих пор остается в наших сердцах, как великая несправедливость, большая несправедливость, потому что это было совершено именно по признаку этнического, национальному признаку. И нельзя допустить, что какие бы ужасные трагедии, какие бы ужасные преступления не совершались по вине отдельных государств или политических деятелей, или политики отдельных государств, нельзя это все распространять на представителей этнических групп, национальных сообществ. Для нашего народа и народа в Карачаево-Черкесии очень важны другие примеры, на которых мы воспитываем, на которых мы воспитываем нашу молодежь, студентов нашего, в том числе Карачаево-Черкесского государственного интернационального университета. Все мы помним и гордимся подвигами народа в Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны. Мы все мы помним яркие примеры мужества, самоотверженности жителей верхнего аула Верхняя Тиберда, жителей аула Беслиней, которые, рискуя своими жизнями, укрывали еврейских женщин, усыновляли, удочеряли их детей для того, чтобы спасти их. Уважение представителям любых народов, любых конфессий – это наша ценность, это наши традиции, и мы не должны забывать об этом. Безусловно, единство народов нашей страны, единство народов Северного Кавказа и Карачаево-Черкесии – это наша сила, это наше достояние, и мы должны дорожить, ценить это достояние. В Хабецком районе открыли мемориальную доску у Назировых и Зировича Хапсирокова. Торжественное мероприятие состоялось на территории детского сада «Нарт» в поселке Бавука. В честь дня рождения Назира Хапсирокова его именем назвали дошкольное учреждение. Подробнее Дарья Танид. Самое большое утешение в жизни человека – это добрые дела, большие и малые. Таким была жизненная креда Назира Хапсирокова, авторитет и знаток Кавказа. Он посвятил целую жизнь развитию социальной сферы и поддержке молодежи. Со словами приветствия и поздравления со знаменательным событием к жителям поселка Бавука обратился глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев. У нас был по-настоящему легенды. Человеком, который мог одарить теплом сотни людей. И сегодня вот это мероприятие важно, потому что он смог создать условия для сотен детей, одарить их теплом, создать для них условия достойного пребывания. Спасибо вам огромное за то, что вы чтите тех людей, кто действительно этого достоин. Детский сад Нарт был открыт в 1971 году. Благодаря Назиру Хизировичу в 2007 здание приобрело красивый и уютный вид. Он помогал школам, больницам, детсадам и спортивным школам, считая, что это лучшая инвестиция в будущее страны. Его имя присвоено 9-й гимназии Черкеска, Дворцу культуры в Хабезе и детскому саду в Бавука. Право открыть памятную мемориальную доску предоставили главе администрации Хабезского района Тимуру Жужуеву, Умару Хабсирокову и юной воспитаннице Тэмии Бимурзовой. Мы коллектив детского сада Нарт поселка Бавука обещаем, что с большой гордостью мы будем носить имя легендарного человека Хабсирокова Назира Хизировича. В родном Хабезском районе, Карачаево-Черкесии и в соседних республиках Назира Хизировича высоко оценили за жизненную позицию, профессионализм, да и просто за добрые дела для блага общества. Его сын Умар Хабсироков рассказал, что для него отец – эталон мужества и справедливости. Назир Хизирович был хорошим отцом, товарищем, другом и примером для подражания. Мы всячески стараемся соответствовать ему, быть достойными, порядочными людьми, не забывать свои корни, помогать своему народу. Он действительно всю свою жизнь старался всячески помогать людям. Его дела, так скажем, живут, процветают. Много слов было сказано в этот день о Назире Хизировиче Хабсирокове. Он жил во имя жизни, во имя высоких целей и смог оставить на этой земле особую память, которая будет жить в сердцах будущих поколений. Торжественная церемония завершилась возложением цветов. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабезский район. Белая книга «Преступлений украинского режима. Тайны следствия». Новое издание Следственного комитета под редакцией Бастрыкина презентовали в Государственной национальной амблиотеке имени Халима Адбайрамуковой. Подробности у Али Баташева. В новой книге уникальные материалы, основанные на результатах работы российских следователей, расследовавших преступления украинских националистических бандформирований. Они подтверждены документами, фотографиями, видеозаписями и свидетельствами очевидцев, что делает издание важным историческим свидетельством, говорили на презентации. В книге приведены причины и условия, предшествующие объявлению специальной военной операции. Развернуто и доступно указаны цели и ее задачи. Здесь проведен подробный анализ деструктивно-агрессивной роли США и НАТО. Имеется фото доказательства участия на стороне Украины международных террористов, наемников. Солдат удачи буквально со всего света, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Европой. В книге рассказывается и о современных героях Украины. Степане Бандере, дивизии Галичина и других. Приведенные в книге свидетельства и фотографии порой тяжело эмоционально воспринимать. Обычному человеку сложно осознавать реалии бедствий от ежедневных бомбежек и обстрелов мирных жителей. Юный армеец Герман Соловьев собирается прочесть белую книгу преступлений украинского режима и сделать свои выводы. Сколько уже человек погибло. Знаю очень многое количество человек, которые были там. Даже знакомые моих родителей, получается, ранило снарядом в ногу. На земле Донбасса и прилегающих к нему районов, как вы знаете, бандеровские нефашисты творили беспредел с русскоязычным населением. Это массовые расстрелы, убийства детей, издевательства над женщинами-стариками, использование заложников, торговля человеческими органами, других преступлений, за которые придется им держать ответ в скором времени перед следствием и российским правосудием. Участники мероприятия ознакомились с материалами выставки «Победили тогда, победим и сейчас», а также документальным фильмом «Канал Россия-24» про работу следственных управлений Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отдельные работники библиотеки получили грамоты от Следственного управления республики. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Воспитанница спортивной школы номер 6 черкеска Ангелина Щербакова завоевала золото международного чемпионата стран ШОС по кикбоксингу. В соревнованиях, проходивших в Подмосковье, участвовали более 700 спортсменов из 16 государств и более 50 регионов России. По итогу прошедшего чемпионата российская команда заняла первое место в общем медальном зачете. В активе российских кикбоксеров 416 медалей, второе место в общем медальном зачете заняла команда Беларуси, третье место у команды Индии. Ранее Ангелина Щербакова успешно выступила на турнире Кубок Федерации, посвященном памяти Гиса Гигиева, основателя этого вида спорта в Кабардино-Балкарии. Тренирует спортсменку Алина Поклад. Здоровье самое дорогое у человека, но многие люди воспринимают его как дар, который дается им на всю жизнь. Пока молоды, кажется, что всевозможные недуги непременно обойдут стороной, но это не всегда так. Здоровье необходимо поддерживать и по оценкам специалиста ВОЗ в 50% случаев это зависит от образа жизни человека. Многие недуги молодеют, в их числе и грыжи позвоночника, в частности поясницы. От нее страдают 80% мужского и 60% женского населения нашей страны. О грыжи и методах ее профилактики и лечения рассказал Мадине Каракетовой, гость нашей студии, врач-нейрохирург Казимузденов. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Субтитры создавал DimaTorzok